Смотри, ребята, на коридай, а там последний шток остался. Просто Новый год, просто ёлка. Шарики будут готовы, а вот ёлки нет. Ребятам нужна была ёлка, чтобы её нарядить. Что Дед Мороз пришёл и купил детям подарки. И решили ребята написать Деду Морозу письмо. Дорогой Дед Мороз, принеси нам, пожалуйста, ёлочку. Написали письмо и пошли все вместе лепить снеговика. Кто-то очищал снег, а кто-то лепил шарики. Сначала один большой, потом средний, а потом маленький. Место шапки ведро, вместо глазиков угольки, вместо носа морковку. Хороший снеговик получился. Дали ему письмо и сказали. Снеговик, снеговик, храбрый снежный почтовик. Пойдёшь в лес, отдашь Деду Морозу письмо. Даст он тебе ёлочку попушистым с иголочками зелёными. А снеговик говорит, ничего себе задали мне задачу, что мне делать. И прибежал щенок, Бобик, и сказал, я с тобой хочу, я тебе помогу дорогу найти. У Бобика, ассадник был классного чета. Снеговик обрадовался, и они пошли к Деду Морозу. Дорога была долгой, пришли в мучий лес. Там встретили зайца. Зайчик был белый и смелый. Зайчик был маленьким и трусишка. Говорит, что не знает, где Дед Мороз живёт. А Оль не ответил, потому что за ним гналась лиса. Она была рыжая. У них хвост был рыжий, водокончик был чёрный. Лиса хитрый-хитрый. Лиса гналась за зазов, чтобы съесть его. И Бобик ранил, и снеговик говорит, эх, теперь мне надо о маму уйти. Потом ветер закружил, пуля началась. Вот, снеговик задрожал и рассыпался. Только осталось морковка, письмо и уголки. Там лиса пришла снова. Где тот, который мне помешал догнать зайца? Смотрит, лежит письмо. Взяла и побежала. А вот встретил её и говорит, Давай, кума, делиться. Не хочу делись, самой пригодится. И побежал, а вот за ней. И сорока решила у них забрать это письмо, потому что ребята хотели ёлку. Они хотели Новый год отпраздновать. Пришёл Бобик, а снеговик веконец заплакал. Потом зайцы сказали, вот так тебе и надо. Будешь знать, как нас ловить. Не буду гонять, и ещё громче заплакал. Они сказали, не печалься, мы тебе поможем собрать его. А белки потом прибежали и сказали, а мы зайцам поможем. И они стали лепить. То большой ком, то средненький, то маленький самый. Ставали опять одели, вставали едво, и сделали из околков глаза. Потом снеговик говорит, спасибо, что вы меня опять собрали. Пойдёмте дальше. И пошли они к медведю. Еле-еле разбудили. Он в дубле спал. И говорят, у нас письмо к Деду Морозу. Письмо заревел медведь. И говорит, где оно? Письмо. Деда Мороз елку не даст. Идите домой. Я вас из Еса положу. Пролетела к ним сорока. И отдала им письмо. Вот оно. У вас украл волк и лиса. Так они добрались до Деда Мороза. Дед Мороз носит лубу красную. Он классный весь. Такое тело ему безлое. Как у нас. Дом у него из лёда. У него большой дом деревянный. И он там живёт с игрушкой. Делают подарки. Игрушки. Всякую технику. Что ж тут? Заводные игрушки. Он дарит ещё детям. Лего ещё дарит там. Дарит маленьким. Вот сколько лет им. Дарит. Вот такие фагри, мушки даже. Пришли к Деду Морожу. Дед Мороз прочитал письмо. И сказал, что снеговик не успеет принести ёлку ребятам к Новому году. Все за него заступились. И рассказали, как всё было. То снеговик с горки скается, то упадёт. Дед Мороз ему отдал сани. Снеговик помчался с ёлкой. И вернулся на своё место. А вместо письма у него была ёлочка.